Я отшагнул назад. Мне показалось, что Тарковский не мой. Мне было это скучно, неинтересно, занудно. И когда моя соседка, одноклассница, сестра, на два года младше, которая училась на журналистике, сказала, что ей нужно написать профиль, какую-то статью, курсовую, и попросила меня пойти вместе с ней в кино, и согласились. Но, естественно, когда я узнал Тарковский, я сказал, что это такое, не мое. Ну, конечно, у меня говорила, Гатина сама не пришла, билеты я оставил на контроле, и потом я посижу, ну, буквально на 15 минут. Так, мне же деньги жалко и страти, и уйду. Но через 15 минут весь зал встал и вышел на моих глазах. Меня что-то задело, и я остался. И мне потом стало интересно, почему этот зал вышел. Наверное, вот сейчас, сегодняшний, я вышел вот с ними, потому что я ничего не видел в последний раз. Но тогда мне это сильно задело, я почувствовал какую-то новую программу, которая в ней находится, какой-то трепещущий дух, который открывает свет на то, что было затемнено долгие годы. И на меня интересовало то, на что я был способен. Я был способен на фотоаппарат, на меня фотографировать. И поэтому он, соперешивая увидимым, я начал делать вот эти фотографии, которые я вам показываю. Не сложно, я говорю. Ни долго, ни за... Вам интересно или вы хотите все-таки фотографии перегистывать? Интересно. Интересно, да? Извините, я все-таки должен просчитывать эту публику, потому что иногда у меня публика револьт, возмущается. Потому что они... Мы пришли фотографии смотреть, там что-то на уши лежали. Фотографии мы можем садить, но мы садимся в вашем мнении. Вот, видите ребенка? И даже вон у двое. Благодаря этому фильму я стал изучать... Не станет замечательно, захотелось посмотреть, что за этот брекинг, почему там эти выходники, куда они ходят, что там... Я стал искать. В Советском Союзе не было доступа. Это у вас через интернет сейчас вы можете все рассмотреть. При нам нужно было идти в одно только место, к комиссиону. Если кто-то сдал какой-то старой альбом, то можно это было увидеть, посмотреть. Видите, прямо как Голландский дерьмо. И слава богу, у Москвы был музей Пушкина. Там это все немножко чуть побольше, чем у вас. Но тем не менее у вас хороший музей. Вы можете ходить... Вот видите, я все равно бегу не зря. Все это... Ваш музей неплохой. Там есть что посмотреть. Ну, сейчас вам нет необходимости, так как у вас есть интернет. Теперь смотрите, вот эта фотография, она не имеет отношения к Тарковскому совсем. И вот эта тоже, это чуть ли не памятник. Но не сверла, но как бы Марксу не имеет значения. Видите, здесь конструктивизм. Сейчас объясню. Дело в том, что в Москве произошло очень важное событие, чрезвычайно важное. В Москве в эти годы, в 80-е, открылась выставка, называлась «Москва-Париж». Ходили слухи, что в запасниках лежит какой-то мощный запас неизвестных никому, но хранящихся в этих запасниках русского авангарда. Об этом авангарде, о чем мы говорили. То есть, как и Набоков просачивался в нашу молодость, как бы в нашу границу пересекал, так и Марк Шангал. Мы знали, что блистательные русские на Западе уже были как бы моделями, образцами, то до нас их не доходило. Но мы знали, что самые ценные есть в запасниках российских. И французы уговорили эти запасники раскрыть, и они провели в своем музее в центре Помпиду выставку, которая называлась «Париж-Москва». И так как это было сформировано и организовано, они договорились с российской, с советской стороной, что эта выставка переедет. Третьяковка испугалась. На это взяла себя Антонова, очень ярко известная всемиречность директора музея изобразительного искусства имени Пушкина. Вот там и была эта выставка под названием «Теперь наоборот». Если там была «Париж-Москва», то называлась «Москва-Париж». Это было яркое событие. Там была толпа, мы впервые увидели этот авангард. То есть я впервые увидел такой конструктивизм. До этого я догадывался, но так как еще раз повторяю, у нас не было интернета и другой информации, мы могли только… И если это было еще по тому же запрещено, считалось в советский год информализмом, то мы увидели впервые и Малевича, и всех конструктивистов, и Ровченко, которые были такие самые популярные, все они еще догадывались в Абале. Вот, поэтому мне захотелось и это изучить. Поэтому, видите, мои эксперименты первые – это были еще к тому же и минимализм. Видите, вот Тарковский состал с минимализмом. Видите, это перемешано. Вот я вам объяснил свою первую фотографию. Ну, так случилось, что я… Все-таки мне удалось познакомиться с Тарковским. Это произошло, как на «Мосфильме» работала Лура Явлочкина, она была невестой Танина Гуэра. Незадолго до этого итальянская делегация приехала знакомиться с российскими коллегами. Там был и Антониони, там был и Танина Гуэра. Вот Танина Гуэра нашелся девушку с «Мосфильма». У нее умер только что директор кинофильма, ну, министратор продюсер, скажем так, известный в Москве директор фильма Явлочкин. Она была вдова, и вот на столу невесты этого Танина Гуэра. Она до сих пор живет в Италии. Ну, вот Танина – это пытливый, интеллигентный, из простой семьи итальянец, коммунист-интеллектуал. Он помог Тарковскому, не только Тарковскому, выехать за границу и учить… участвовал, научил немножко русский язык. И тогда, вот и того, она сказала, «Завтра, в день рождения Тарковского, я иду к нему, давай я свои фотографии покажу». Она вернулась радостно и сказала, что фотография ему понравилась. Вот. Он сказал, что это самое красивое и интересное, что он видел его, конечно, в Советском Союзе, потому что мировая культура гораздо и богаче. И она, значит… Ну, мне обещали, в Советском Союзе, Тарковске, когда… Ну, когда я не с вами уже, как… через какое-то время я с ней познакомился… …эээ… щас… …эээ… 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 …когда я с ней познакомился, вон она, я сделал ему портрет. Вот он, значит, мне не сделал комплиментов, то есть я даже его спросил, что он, нравится ли мои фотографии, но что он мне призывает. Это не фотография для меня. Эээ… Игра Шульбова фотография, он сказал, «Карте Брессон». Кто такой «Карте Брессон», кто в то время я не знал. Он мне сказал, что это… …момент времени, очень важный. И он сказал, что я тебе советую снимать на улице, потому что… …ээээ… …эээ… …то, что мы сейчас живем, для тебя привычное, оно не будет вечно. Мне такого не казалось. Мне казалось то, что мы живем в этом вечно. Вот. Но он сказал, что я тебе советую выходить по улице снимать, потому что это однажды исчезнет, это будет ценно. Но так как для меня он был, скажем, гуру такой, я просто его послушался. Это его отец Арсений. Это Надежда Мандельштамм. Спасибо. Спасибо.